Всем здорова, мужики. Нашел крутую фармилку. Закинули в нее. Доходность получается где-то больше 2000% пока что. И она будет доступна. Частично мы уже в чат XXXHunter скинули. Но не знаю, насколько там народ прошаренный и как бы все это дело вкурил. Поэтому в чате XXXHunter у нас много полезной информации. Конечно, будет готовиться по фармилкам. Две мы нашли мощные. В одну закидывает Аламеда. Одна, вот эта вот вторая, мы ее нашли сами. И будем делать, конечно, новый вебинар по фармилкам. Поэтому те, у кого есть подписка, ждите. На следующей неделе, скорее всего, он будет опубликован. Пока что дичайший фарминг. На сегодняшний день мы используем больше 10 различных фармилок и фарм-стратегий. Которые позволяют в неделю доставать больше 20 тысяч долларов с этих фармилок. Примерно так мы и живем. Всех обновь. Криптобайки из машины. Значит, только что прочитал интересную статистику по хранению криптовалют. То есть, где вообще люди хранят. Вот вам немножко, значит, расскажу. То есть, в целом, из запрошенных, получается, больше 70% людей в целом хранят криптовалюты на биржах. В топе Coinbase. На втором месте Robinhood. И на третьем месте с 25% это Binance. Далее. Как они запоминают свои пароли? То есть, большинство из них используют что-то типа Safe Password. Разные, в общем, приложения для того, чтобы там разные все эти пароли менеджерить. Кто-то использует от руки. То есть, они пишут бумажку от руки. И таких тоже там в районе 20 с чем-то процентов от руки. И это самый правильный вариант. Либо от руки записать сеть фразу, пароль на бумажке, понятным вам методом, в нескольких местах. И положить это в сети. Это лучший вариант. Потому что я на своем опыте убедился, что ни в коем случае нельзя записывать пароли, сеть фразы у себя в заметках. Там в телефоне или еще в каких-то облачных штуках, куда можно получить доступ с другого устройства. Либо если взломают ваш основной пароль, допустим, и могут получить доступ к вашим заметкам. Или к заметкам на компьютере, к облачным заметкам в почте, еще где-то. Это все. Считайте, рано или поздно вы будете взломаны. Потому что нужно подобрать всего один пароль от вашей учетной записи. Это либо Google, это либо iCloud, либо еще какой-то аналог. И уже там потом будет целая огромная масса заметок, куда можно попасть и оттуда взять вашу сеть фразу. У меня так украли 150 тысяч в эквиваленте на тот момент, как горукрали. Это был, по-моему, 2018 год. Ну, уж там 3 года назад. Но, тем не менее, сейчас это уже была бы совсем другая сумма, если бы по текущему курсу. Это, конечно, было неприятно. На тот момент это было около 6 биткоинов и 350 эфиров. Вот вы можете умножить. Да, это жестко. И это из-за того, что у меня фраза была записана от iCloud и пароли были записаны в мобильном телефоне. Так что вы так не делайте, как я. Пускай мой урок вам послужит предупреждением. Можно лишиться от больших денег. Короче, чуваки, инсайт для водителей сейчас посвящается. Не с криптой связано, не криптоконтент. Бум! Автоконтент. Автоконтент. Значит, что интересно. Яндекс теперь доступен в Apple CarPlay. Для тех, кто... У кого есть Apple CarPlay. Это когда телефоном или Apple CarPlay, или там Google CarPlay. Я не знаю, как они называются в андроидах и всех этой дичи. В общем, Apple CarPlay, у кого есть, телефон подключает дичайше, дичайше, да, подключаете к своей машине. И теперь не как у шлепок на телефоне вбиваете там адрес, и вам некуда поставить этот вещь на телефон, в подстаканник или еще куда-то. А выводится на экране, и вы так классно, дичайше едете. Можете там удобно переключать там на телефон, на машину, на телефон, на машину, чтобы выбрать маршрут. Короче, реализовано огненно. Но для этого нужно сделать подписку. Подписку Яндекс. То есть, когда надо сначала обновить Яндекс карты приложения. Мне их надо было обновить дважды, для того, чтобы это заработало. Обновляете, делаете подписку. Она стоит 149 рублей, 3 месяца бесплатно, а потом 149 рублей. Дальше они будут списывать, чаржить, но у вас будет работать нормально навигатор. Вот такая вот полезная информация. Не крипто, но полезная. Плюс, еще буквально я недавно читал, я об этом тоже уже, по-моему, рассказывал, да, или на эфире, или в каком-то из влогов. Человек, вроде бы знающий, тоже с 2014 года в крипте. У него было на счету большое количество криптопанков, это инстишки дорогие, да. Он повелся на фишинговую историю в Дискорде, перешел по ссылке, ему подставили сайт, аналог, да, копию криптопанков. Он там, значит, попытался через Метамаск подключиться. Ему Метамаск выдал ошибку, что, дружище, у тебя что-то сбросилось, что-то не так, обнови, пожалуйста, секьюрити-фразу, введи заново ситфразу, восстанови свой кошелек. Человек ввел ситфразу, что-то вообще не думая, да, без задней мысли, вот, и ситфраза улетела, и все, что у него было на счету, украли. Уже продали на 350 тысяч его криптопанков, а еще там какое-то количество осталось, а у него их было, по-моему, около 14 или 16 штук, я уже точно не помню. Так, сейчас по горячему, пока ехал сейчас по радио, слышал, выступают там на какой-то радиостанции, я даже не знаю, что за радиостанция. В общем, обсуждают, они там финансовые пирамиды, и там эксперт подключился, и все там пиздец какие умные. Значит, по поводу финансовых пирамид они говорят, что вот, надо ужесточить законодательство по поводу финансовых пирамид, и это все так типа плохо, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я себе, ну, думаю, как бы логично подумать, так если надо ужесточить рекламу финансовых пирамид. Ну, я просто всегда топлю за то, если человек, он дебил, как бы по своей натуре, и он несет финансовые пирамиды, не проводя там изучение, да, когда нести или стоит вообще нести в нее или не стоит, это как бы проблема сугубо лично человека. Если так разобраться, то рынок криптовалют тоже отчасти финансовая пирамида, потому что, когда я на рынке криптовалют заработал, кто-то потерял. Это совершенно точно. И все финансовые рынки построены точно так же. Если кто-то заработал на спекуляции цифровыми активами или акциями компаний, то есть люди, которые потеряли. Можно тогда ужесточить законодательство и по этому поводу. И самое главное, что они призывают там нести деньги в банки, у которых есть лицензия Центробанка. Но мы-то с вами, чуваки уже прошаренные, знаем, что такое Центробанки и банки. Да, это с одной стороны как бы все круто, но они сами по себе огромная, большая пирамида. Потому что мы туда несем, блин, бабки, рубли эти, которые никому не нужны. Сейчас доходил уже курс рубля до 100, а завтра проснемся туда-сюда, будет курс рубля 200 или 300. Это, ну то есть несут вообще полную ахинею. Ну то есть это огромные деньги и человек вот просто, минутная слабость что-то задурила ему голову, повелся или жадность сработала. То есть там сообщение было о том, что вы получите сейчас типа дроп новых криптопанковых. Криптопанки самые дешевые сейчас стоят и 70-100 тысяч долларов за одну штуку. А у него их было там 14-15, думал я сейчас пойду и на каждого своего получу какой-то новый апдейт нового криптопанка. И все, у него отключился мыслительный аппарат. Он уже думал о том, как он сейчас получит 15-16 этих панков, как он их продаст, как он станет еще богаче, типа там на миллионы долларов. А тут у него оказалось, хакеры все украли. Поэтому, ребят, это криптовалюты, будьте аккуратны, записывайтесь из фразы только на бумажку и храните в сейфе. Никому не говорите пароли, никогда не ведитесь ни на какой скам фишинг, это ваша безопасность. Здесь вам потом уже никто не поможет, так что будьте внимательны. Я считаю, это мое персональное мнение, я никого не призываю, но мне кажется, что каждый человек ответственный как за свое здоровье, так и за то, куда он несет деньги. Поэтому вы должны просвещать и прокачивать в первую очередь свой мозг. Для этого у нас, мы специально делаем академию, мы не рассказываем про успешный успех, как мы там ездим на ламбах и на ферах и все очень здорово. Мы призываем всех обучаться и прокачивать свои знания и свой мозг. Тогда у вас не будет проблем, вы будете грамотный человек, вы будете понимать, даже если это финансовая пирамида. Кстати, в финансовых пирамидах есть люди, которые зарабатывают. Давайте будем уж честны, я этих примеров видел дохрена, их очень много, там все построено на реферальных системах, командах и так далее. Если кто-то не умеет строить, допустим, команды или не умеет привлекать людей, ну это сугубо личные проблемы. Поэтому, вкладывайте свою голову, прокачивайте ум, сейчас Дефи, это какие нахуй центробанки? Вот о чем вы говорите? Если вы хотите, чтобы зарабатывать целых 3-4% годовых, то это называется тот, как бы, вариант. Если вы хотите зарабатывать нормально, там, до 300-400% в год, а это сейчас возможно на Дефи, мы каждый день показываем это на собственной практике, то тогда вам надо идти к нам. Все, вот такие вот дела, ребята. Ну и напоследок, с момента запуска на Хардфорка Лондон сожжено больше почти 4 тысячи эфира. Это со вчерашнего вечера, вот так вот мы двигаемся, есть такой сайт ethbernt.info, можете зайти и посмотреть. Что-то мне подсказывает, что эфир будет дорожать. Уважаемые друзья, 3812 эфира сожжено, это на комиссии. А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли, или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов, BestChange, и на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple, а справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. Работаем сейчас над ребалансировкой нашего индекса NFT, который NFT-i, и изучаем, соответственно, чем бы заменить там некоторые проекты. И сегодня у нас, кстати, вторник, я этого вторника записываю, у нас на эфире, на лайв-канале будет про индексы. То есть какие они бывают, какие индексы мы ведем, мы расскажем и про NFT-i, и расскажем про новый индекс, Cryptocurrency Index, который мы тоже добавили с того же Deployer на том же TokenSet. Это тройной индекс, там биткоин, там эфир и там стейблкоин, USDC, по-моему. Вот сегодня я его буду покупать, там, не знаю, тысяч на 10, и сегодня же мы его добавим на Uniswap V3, чтобы вы смогли торговать там и покупать его прямо на Uniswap, чтобы это было удобно, в одну кнопочку. То есть не так, как я буду делать, выпускать, мне нужно будет три актива, да, купить обернутый биткоин, купить эфир и USDC на балансе иметь, и потом пойти его выпустить, этот токен, это немножко сложновато, да. Проще просто пойти на Uniswap, его найти по тикеру и купить. И мы после того, как все это сделаем, купим, выпустим, мы выкатим обновление на сайте, добавим, значит, его на TokenSet, все эти логотипчики, подтвердим его на SRScan, и он будет такой же точно, как NFTI, красивый, ровный, да, вот, и, возможно, даже мы на CoinGecko тоже добавим. Выбрался на гору Митридат, как раз хорошее местечко, чтобы рассказать вам про Smart Money Alerts. Вот я буквально сегодня с утречка встаю, просматриваю Telegram, Twitter и смотрю, что новенького появилось. Так вот, я сам подписан на Smart Money Alerts, и это пока бесплатно для всех, кто подписан на Pro Blockchain в Telegram, да, и на криптотрейдинг. Значит, там, в этом боте, публикуются сигналы очень серьезных товарищей, у которых на балансах у одного полтора миллиарда, ну, в долларовом эквиваленте разных токенов, у кого-то там десятки миллионов долларов. И я сегодня у них увидел там интересный проект, называется Wild Credit. И там, значит, больше 10 тысяч процентов можно получать, если вы стейкаете АВ и берете в долг эфир. И вот за вот эту операцию они начисляют вам в Wild'ах, там, 10 тысяч 200, по-моему, АПР. Обратите внимание, подпишитесь, и вы бесплатно можете получать очень полезную информацию, потому что такие товарищи, у которых огромные деньги под управлением, это и Аламеда, это еще один там чел, у него тэг «Fuck the Cops» называется. Вот, в общем, подпишитесь, смотрите, наблюдайте, мы делаем, по сути, то же самое, и также потом переходим и смотрим, что это за проекты. Иногда в эти проекты мы потом инвестируем и сами зарабатываем. На то это и умные деньги. Мы должны с вами смотреть, куда двигаются крупные капиталы, и стараться делать то же самое и вместе с ними зарабатывать. Вот такая вот информация.